Привет, друзья и гости канала «Алга Петербург». В сентябре этого года на нашем канале мы делали передачу про замечательный и душевный грузинский фан-клуб «Димаш Джорджия Фан Клаб». Выпуск взымел такой успех, что его посмотрели почти 80 тысяч человек. Кто еще не видел, рекомендуем к просмотру. В этом выпуске нам удалось связаться с идейным вдохновителем и руководителем грузинского фан-клуба и задать все интересующие нас вопросы. Итак, встречайте впервые на нашем канале душевная и обаятельная Хатуна Курдаванидзе. Здравствуйте, дорогие Саша и Ваня. Большое вам спасибо за видео, где вы так интересно рассказали о Грузии, о Батуми и Джорджия Фан Клаб офишал. Нам оно очень понравилось. Также благодарю всех, Дир, за теплые слова и пожелания. Мы, честно говоря, не ожидали такой поддержки. Готовы ответить на ваши вопросы. Здравствуйте, Хатуна. Если вам несложно, расскажите немного о себе. Я родилась в городе Тбилиси, который является столицей Грузии 6 века н.э. До этого столицей Грузии был город Цхета. Но я еще живу в Англии, в городе Рочестере, который находится в 46 километрах от Лондона. Это тоже исторический город. Его очень любил Чарльз Диккенс. Скажите, а как изменилась ваша жизнь после знакомства с творчеством Димаша? Моя жизнь изменилась к лучшему, конечно. Потому что Димаш может дать каждому то, что ему не хватает. Потому что у Димаша есть все. Он мне помогает в эмоциональном плане, в профессиональном развитии, а также помогает быть сильнее. Я познакомилась с творчеством Димаша 31 мая 2017 года. Это был пост в фейсбуке. Один Грузии написал, восхищаясь его талантом общения с публикой, его голосом и внешностью. И вот я слушаю «Опера 2». Первое, на что я обратила внимание, это была его мимика. Это важно, я объясню. И такое нежное исполнение на русском языке. Мне это очень понравилось. И, конечно, высокие ноты. Я была в шоке. Но в то время я заканчивала институт по фейнах, по культуре психологии. У меня не было времени слушать. И была такая ситуация, когда похожая на когда у тебя день рождения. Торт в холодильнике, его кушать нельзя. Открываешь холодильник, закрываешь. Открываешь, закрываешь. Знаешь, что торт вкусный, но его пробовать нельзя. Так прошел месяц. После этого, когда я закончила институт, у меня было 2-3 месяца свободных. Я отдыхала и слушала Димаша. Я в основном слушала песню «All by myself», которая рассказывает об одиночестве. Дело в том, что это была у меня наболевшая тема. Потому что я жила за границей, далеко от близких. Мой муж работал на острове несколько. Несколько лет. И слушая Димаша, его мимика помогает вспомнить все эти отрицательные эмоции, которые связаны с одиночеством. И это психотерапия. Тебе хочется каждый день несколько раз слушать ту же песню. От этого тебе становится легче. То есть этот метод можно назвать клин клином «вышибают». А многие психологи сравнивают наши эмоции с волнами, морскими волнами. То есть если не выражать эмоции, они не влетучиваются. А принцип такой – надо позволить эмоции, как в волне, прийти, и она потом уходит сама. То есть единственное, что вам надо делать, это спровоцировать, как бы почувствовать эту отрицательную эмоцию, и она сама уйдет. Это надо делать несколько раз, и потом волны станут меньше, и вообще их не перестанут уже появляться. Димаш мне помог стать сильнее. Вот я когда приехала в Англию, у меня были такие ситуации, когда мне было даже страшно. У меня были клиенты, которым надо было тетчило детей, надо было пойти, и иногда было уже темно, один раз я иду рядом с рекой, там уже как бы лес, и мне было очень, в принципе, страшно. И я в таких ситуациях, когда спрашивала себя, а что бы Димаш делал в такой ситуации? И мне это давало силу. Именно это ситуация, когда без Димаша только назад. Вот, он мне помогает как бы идти вперед. Я думаю, что всем нашим друзьям будет интересно узнать про историю зарождения вашего фан-клуба. История клуба Georgia Fan Club Official начинается 22 августа 2018 года. Есть предыстория. Я когда познакомилась в семнадцатом году, начала знакомство с форсом Димаша, я вступила в Димаш USA Fan Club, познакомилась там с прекрасной женщиной-администратом Алисой Келлок, многому научилась у нее. В семнадцатом году Патрис Грульон пригласила меня в сентябре в Димаш Кудаберген Волтинг Сентер, где Диэрс голосовали за Димаша. Был его как лучший певец года в России в семнадцатом году, так же как фан-клуб на первое место самих себя. И было еще голосование певец, который вы хотите, чтобы выступил на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Мы вывели Димаша на первое место еще в семнадцатом году. Потом я вступила в международную группу, многому научилась у Роберта Редмонда. И была очень рада встретить там Диэр из Грузии, Лали Ломашвили. Кстати, дорогой Саша Иваня, она вас очень любит и передает вам большой привет. Вот. И решили с Лалей создать Димаш Джорджио фан-клуб офишел в восемнадцатом году. Вообще, вначале я не хотела создавать группу новую, потому что вообще Димаш объединяет. И я хотела, чтобы был один вот этот интернациональный клуб, мне это нравилось. Но когда Димаш в декабре семнадцатого года начал проводить сонные концерты, появилась потребность создать в каждой стране. И вот поэтому 22 августа в восемнадцатом году мы слали, создали эту группу. Я написала в американской группе и в международной такой пост, что мы создали грузинскую группу, приглашаем всех Дирс, и уверена, что Google Translate уже вступил в нашу группу. Но мы обнаруживаем, что с грузинского Facebook не переводит. Я написала письмо тогда к Марку Зекербергу, что нам нужен грузинский перевод. Не знаю, прочитал, не прочитал. Через некоторое время грузинский перевод появился, и сейчас Дирс израильных стран могут понимать наши посты, комментируют и так далее. Цель нашего фан-клуба – это концерт Димаша в Грузии. И вообще моя мечта, чтобы он каждое лето к нам приезжал. Мы еще в группе проводим встречи. Встречу в Батуми вы уже видели. Кстати, во время этой встречи были интересные нюансы. Торт был, потому что нам было два года, был торт, где посередине фотография Димаша. Вокруг такое белое, белый крем еще вот. И вот Дирс съели только все вокруг и не съели Димаша, которое было на фотографии в середине. Вот так, такое отношение Дирс. В социальных сетях у нас больше, чем 3000 подписчиков. В этом году мы написали им Селедион, что хотели бы видеть ее вместе с Димашем. Также мы активно голосуем в группе за Димаша и пишем статьи в Димаш Ньюс. У вашей страны вековая история. Скажите, чем больше всего славится Грузия в культурном аспекте? Я бы отметила грузинский балет. Это грузинские традиционные танцы, которые требуют трудолюбия, хореография сложная и большая нагрузка здесь на ноги у мужчин, а не у женщин, как в балете. Самый известный ансамбль Грузии это созданный еще в 1945 году с супругами Сухишвили и Рамишвили и этот ансамбль называется Сухишвили. Следующее я хотела бы отметить, отметить грузинское многоголосие. Оно известно во всем мире, является неотъемлемой частью грузинского застолья. Он даже, эта техника, даже внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Вообще грузины очень любят танцевать и петь. Также нам было бы очень интересно узнать, какие грузинские певцы стали знаменитыми на весь мир. Я точно знаю Геллу Гуралия. Самая известная грузинская певица это Кетти Меллуа. Она родилась в Кутаити, потом жила в Белиси, Батуми и Белфасте. Сейчас она живет в Лондоне. Есть очень интересные факты из ее биографии. Например, в 2006 году она заняла первое место по продажам категории артистов-женщин во всей Великобритании и Европе. В том же году, 2 октября, она вошла в рекорды Гейнеса за исполнение самого глубоководного концерта 303 метра ниже уровня воды. В 2013 году она приняла участие в концерте, который был посвящен 60-летию коронации королевы Елизаветы II. Мне очень нравится Тамара Гвердители, которая, как и Димаш, закончила консерваторию по классу фортепиано и композиции, а также специальный колледж по вокалу. На территории бывшего Советского Союза нужно отметить, что очень знаменитые наши певцы, такие как Гамлет Конашвили, Нани Брэпадзе, Бахтан Кикабидзе, Валерий Константин Меладзе. Мы очень рады, что Димаш выбрал песню Константина Меладзе «Опять метель» и что она ему принесла победу в Витебске. Хотелось бы еще отметить Сусо Павлешвили, также Григория Лепса и Теона Контридзе. А как обстоят дела с более молодыми исполнителями? В Грузии популярен Анри Джохадзе. Он участвовал в Славянском базаре в 1999 году. Также хочу отметить Нунцу Бузаладзе, которая недавно участвовала в российском вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!» и получила все 100 голосов. А также Александра Зазарашвили, который победил в «Голосе дети Украины», где он пел песню «All by myself». Кетти Топориа – певица из Грузии, которая является солисткой казахского ансамбля «А-Студио». Из ваших уст мы слышали о том, что вы мечтаете о концерте Димаша в Грузии. А что в первую очередь вы бы порекомендовали посетить Димашу и Дерс, когда они приедут в Грузию? Так как мы приглашаем Димаша на сольный концерт в Патуме из Шекватили, где находится Блекси-Арена, первое место, которое он может посетить, это Батумский бульвар, вечером. Я думаю, что это будет сказочная прогулка. Второе место – это дельфинари в Батуме. Я думаю, что Димашу очень понравится. Третье место – в Шекватили, находится парк музыкантов. Там расположены 37 скульптур, известных грузинских и иностранных певцов-композиторов. Дело в том, что когда ты подходишь к скульптуре, автоматически начинает играть музыка или слышишь пение. Говорят, что громче всех голосит Майкл Джексон. Но я думаю, что это явление временное. Уважаемая Хатуна Курдаванидзе, спасибо вам за эту увлекательную беседу. Пользуясь случаем, может быть, вы хотите еще что-то сказать? Сейчас хочу поблагодарить всех дерзий в Грузии, а также со всего мира. Я очень рада, что вы слушаете радио Димаш Джорджия. Хочу поблагодарить весь казахский народ. Это очень сплоченный народ, что играет большую роль в феномене Димаша. А также большое спасибо родителям Димаша, Канату и Светлу Адбаевым, также бабушке и дедушке и самому Димашу. Как вы поняли, мы всегда рады гостям. Поэтому, если у вас есть интересная история или сюжет, напишите или позвоните нам на номер WhatsApp, и мы сделаем совместную передачу. А замечательному Димаш Джорджия Фан Клаб мы желаем расти и развиваться. Мне кажется, Димаш обязательно должен порадовать вашу страну своим сольным концертом. Алга, Димаш! Дорогие Саша и Ваня, Ждем вас в Кутаиси в октябре на встрече Диэрс из Грузии. Знайте, мы, ваши фанаты, доверяем информацию, информации только от вас. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok